Добрый день, уважаемые жители Тамбовской области! Вчера проводили оперативный штаб по реализации национальных проектов. Есть отстающие объекты. Вот Сергеем Владимировичем решили незапланированно поехать посмотреть, как проводится работа, поговорить с подрядчиками. Чтобы, знаете, никто нас не ждал. Поэтому ждите отдельных репортажей. Я думаю, что будет очень интересно. Посмотрим, как у нас на местах реализуются национальные проекты. Первой точкой в рейде Максима Егорова по объектам Знаменского муниципального округа стало здание местного краеведческого музея. Капремонт в нем проводят впервые за 30 лет. Его реализуют в рамках нацпроекта «Культура». Работы идут и внутри, и снаружи здания, и на его цокольном этаже. Уже в ходе работы вскрылись новые проблемы. Подгнили балки под полом. Пришлось выкапывать немалое количество грунта, чтобы провести замену. Очень много тех возникает новых работ, которые не были по смете. Вот здесь мы видим, что восстанавливается держащая конструкция. И там вот мы сейчас видели. В принципе, даже больше работают сейчас в полуподвальном помещении, где также будет музей, будет технический блок. Пришлось два раза больше снимать земли, чтобы сделать потом хорошее бетонное основание. Также были выявлены подкровли непредвиденные работы. Надеюсь, что подрядчик выполнит взятые на себя обязательства. Стоимость всех видов работ на объекте – 38 миллионов рублей. Их должны полностью завершить в четвертом квартале текущего года. Но уже в январе обещают открыть первые залы. Здесь планируется установить все музейные комнаты. То есть здесь будет в полуподвале. Мы размещаем несколько экспозиций. Основные экспозиции по усадьбе – это первый этаж, где мы в круглом зале, и два зала прилегающих. И плюс вот здесь мы размещаем Великую Отечественную войну, быт крестьянский и современность. Это вот у нас идет на цокольный этаж. И также планируем здесь установить конференц-зал. Небольшой, так человек на 20. Следующей точкой на карте объезда Максима Егорова стал детский сад «Ромашка». Детский сад «Ромашка» тоже должны отремонтировать в рамках нацпроекта. Буквально в течение двух недель его обязуются ввести в строй. Стоимость ремонтных работ – более 60 миллионов рублей. Здание преобразится как внутри, так и снаружи. Кроме того, подрядчик благоустроит прилегающую территорию, установит малые архитектурные формы. Сейчас работы на финишной прямой, так что совсем скоро дети начнут осваивать обновленный садик. Еще на одном подобном объекте – филиале «Ромашки» в детсаде «Ласточка» – К сожалению, подрядчик не рассчитал своих сил и опаздывает по срокам выполнения, но обещает максимально ускориться и завершить весь необходимый объем ремонта в ближайшее время. Совсем другая картина – в школе, которая находится поблизости и практически готова к приему детей 1 сентября. Стоимость работ здесь – более 130 миллионов рублей. Максим Егоров обошел отремонтированное помещение, оценил специальные цветные панели, которые будут закрывать стены в классах и коридорах, а также посмотрел процесс нанесения на стенные росписи. Этой работой сейчас занимаются дети и их преподаватели. После этого глава региона пообщался с подрядчиком. Ребята, отлично. Подрядчик хороший. Если хороший подрядчик, принимайте участие в торгах. Они приняли. Мы у вас с Первомайской школы в прошлом году закрывали. А, Первомайская? Да. В этом году еще две. А вот сейчас Первомайск там торгует, посады делать не вы? Мы уже делаем их. А, вы делаете, да? Да. Мне хвалил вас глава Тараманского района. Это Роман Валерьевич? А? Спасибо ему. Еще один важнейший объект, который удалось реализовать в рамках реализации национальных и региональных программ, это дорога из знаменки в село Никольское. Максим Егоров отметил, что отремонтировать покрытие попросили местные жители, обратившись на прямую линию. Дорога 3,5 километра, получили денежные средства в размере 60 миллионов рублей. Осталось сейчас нанести разметку, ну и еще обочину отработать. Это практически стопроцентное выполнение работы. Поставили также новые дорожные знаки. В завершении поездки Максим Егоров посетил главный стадион «Знаменки», который сейчас тоже приводит в порядок. На нем реконструируют трибуны и беговые дорожки. На эти работы потратят 32 миллиона рублей. Еще 2,5 миллиона рублей пойдут на благоустройство набережной, которая граничит со спортивным объектом. Глава региона отметил, что будет и впредь лично контролировать ход ремонтных работ, которые реализуют в регионе в рамках нацпроектов. Дмитрий Шапкин, Олег Осипов, Ольга Кириллова, Область новостей.